Слово не слышно. Так, в прошлый раз мы с вами обрисовали очень картину. Что происходит в свертовке взаимодействии? Договорили, что есть моментные свертовки взаимодействия, они связаны взаимодействием магнитного момента ядра с электронными сводами соседних окон. То есть, здесь у нас не смотришь. Электрические свертовки взаимодействия, ну, как правило, и без исключений, это, так называемые, ядерные водоподвижные. Потому что ядро, кроме АА, моим зарядом поступает в сильные кулонные действия с электронными, ну, и с окружающимися. А вот слабым взаимодействием, а то есть, мы будем непольные, и, кроме, мы будем подавляющим. Ядерные поли, взаимодействие, фактически, в поле, на момент это ядра с неоднородным электрическим полем. Это поле может быть организовано электронами собственного атома, ну, и, веритонами, атомами окружающихся. В общем, я напомню, здесь электродинка с электростатиками. Вот вы больно реагируют как неоднородное электрическое поле. Чаще всего говорят поле с электрическим отлично, с электрическим полем. Вот это вот сочетание электрического поля. Очень популярное соотношение в русскоязычной такой литературе. Вокруг, да, около, ядерного нанса и эффекта нэс-бауэра. В ауэр, 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 в ауэр. Ну, тоже достаточно популярный для обозначения. В прошлый раз я хочу рассматривать магниты с оттонкой места. Начали с того, что подвели векторный потап поля, создаваемого магнитным, точным магнитным киполем. Ну, а затем просто наткнулись, путнулись в магнитическую правду, связанную со взятием второй производной. Второй производной от единицы R. Второй производной от единицы R. Ну, мы с вами в прошлый раз показали, как нужно аккуратно брать. Вот этот момент, он на самом деле принципиальный ролик, да, для многих сверхтолковых вземодействий. Дело в том, что, ну, я все-таки, давайте напомню вам. Итак, значит, мы ввели такой пензер D2, DxE, DxU. Выделили из него часть бешкура, то есть записали его следующим образом. Дальше, фактически, шкуру надо взять этого пензора. Похору это D2 по Dx2, плюс D2 по D2 по Dx2, плюс D2 по Dx2, плюс D2 по Dx2, плюс D2 по Dx2. Дальше, мы добавляем то же самое. И вот этот пензор, бешкуровый пензор, его действие, единица на F, может быть, взято, а точно, в школьном. И этот пензор можно обознать D2 по DxE, DxU, стиль. И от него мы, повторяем, берем производные, а вот его запущу, потому что особенности, связанные с действием оператор Спаса, на единица на F, в нем уже нет. Поэтому можно здесь уже быть спокойно, быть гарантированным от появления вот этих символизиарных пензор. Ну и я остальную, достаточно такую, рутинную алгебру опущу и запишу в сокончательную нарожение. Для магнитного поля, точного магнитного диполя, то есть ядра как точный, рассматривая точный магнитный диполь. Итак, поле, ну, лично как бы, магнитное поле ядра. Итак, магнитное поле ядра H равняется 8P на 3. Дальше, UN, UN это магнитный момент, это UN. Так, дальше, ΔR, дельта функция пензора. Ну, а вот это я и появил. Ну, понятно, что оно появилось. Вот от действия оператора Ла-класса единица на R. А действия оператора Ла-класса единица на R. Я напомню, что оператор Ла-класса единица на R. Это минус 4P. Ну, ах, ладно, дельта функции пензора. Я еще все делала просто. Это сказать. Помните, я про мнение Ла-класса. Эльт-эфир является 0.4P. РО. РО. Ну, а неточного заряда. Отлично. Здесь есть, что разнообразно, неточной заряда. Вот, а неточного заряда. РО. Это заряд на дельта функции. Итак, первая часть поля. Идем дальше. Плюс. Вторая часть. Вторую часть мы получили бы, если бы мы вообще об этом не подумывались. И в раннем производстве единицы нет просто обычным школьным образом. То есть, повторяю, вот это слагаем, вот оно обязано. Ну, это, ну, это, ну, это, ну, это слага трудно сказать, добавка. Потому что в большинстве оно, как раз, является являющим среди магнитных светового дезинга. Итак, вторая часть. Ну, а вторая часть, это фактически часть, которая, ну, как говорят, дипольный характер. Это дипольное поле, дипольное поле. Вот, давайте, пишем так, 3R. Скорякнет произведение. Здесь, внимание, оставляйте стрелки, где надо. Минус. 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 На R квадрат. На R квадрат. Ну, здесь не надо сказать, убрать. Ну, и делить на R в 5. Вот два, мы получили два поля. Магнитные поля, еще раз повторяю. Которые индустрируются ядром, как точным магнитным диполем. С дипольным магнитным арендом. Первое слагаемое вносит название контактный вклад, ну и еще иногда говорят фермерский, фермерский, ну иногда говорят фермерский контактный вклад. Почему контактный? Обратите внимание, что эта функция фигурирует, так как я ведро с магнитным моментом мюн поместил, начало координат, что это означает? Это означает, что вот это первое слагаемое, контактное, сработает только в случае явного контакта, ну ведь влече из гиполитра, явного контакта, ну как будто магнитного момента, на который ходе действует с ядром, так что это такое удивительно, несмотря на то, что, кстати, можно сказать, что вообще говоря, в классической теории атома, либо а-ля Бор, 1912, конечно, какое-то обращение появится. Почему? А то же там электроны движутся по орбитам и не попадая на ядро, конечно, да, не попадая на ядро. То есть для них контакта с ядром никогда нет. Ну, представьте, семья, семья обращается к Солнцу, так, иногда попадает ядро в Солнце. Нехорошо. Но в квадромеханике для определенных электронов, мы знаем их, это чисто квантовые электроны, это электроны. С-электрон может быть на ядро. То есть вот это слагаемое, фактически, как можно сказать, будет работать только для С-электронов, которые могут вступать в контакт с ядром. Ну, а второе слагаемое, это дистантное слагаемое, видите. Вот это, как единица, наверное, в кубе с расстояния падает, то есть фактически можно говорить о дальнодействии. Ну, это декольное действие. Может быть, о дальнодействии. Дальнодействия слагаемое. Ну, на самом деле, можно сказать, классическое слагаемое, которое соответствует просто дипольному полю, формируемого формируемому. Формируемому. Дипольному полю формируемому. Вот этим точечным объектом полем. Ну, а что мы делаем? Дальше я просто беру электрон теперь, электрон. и рассматриваю его взаимодействие с этим полем. Мы с вами договорились, как это делается. Давайте посмотрим на следующий момент. Я пишу ганитальян в отсутствие. Давайте ганитальян обозначить 0. В квадрат на В плюс ВОП. То есть генетическая потенциальная энергия. Никогда у меня нет. Теперь я включаю поле. Каким образом я учту здесь электромагнитное поле? Ну вот мы это делали. Просто напоминаю. Надо нам П заменить на обобщенное имя. Если речь идет о магнитное поле. А если речь идет о электрическом поле, то надо сюда добавить ВОТР. Добавить взаимодействие с электрическим полем. Ну чаще всего, скажем, в атоме. В ВОТР это и есть взаимодействие с электрическим полем. Да. Кстати, там никаких под рукой взаимодействий мы при этом естественно не учим. Вот на это надо обращать внимание. То есть когда мы рассматривали обычную неравного водорода, мы вот эти самые сверхполки. Я делаю их под рукой взаимодействие. Не учитывали естественно. Вот сейчас как раз мы хотели здесь. Итак, я должен просто сменить это выражение П на П минус ЕЦ. Обобщенный импульс, который учитывают у меня еще и электромагнитного поля. Все сюда подставить. И что я получу? Тогда, значит, H0 у меня перейдет в H. Я ниже запишу оператор гаммин. Я немножко видеть разную запись. Это я гамминский полемагнитный. Мы разным гаммином используем. Значит, мы получим так. H0 выделим. Но ясно, что когда квадрат здесь возведем, то П квадрат на 2 останется. Плюс В яторит H0. И еще будет два слайда, которые будут связаны со слайдами линейными векторными потенциалами. Иначе мы будем. Квадатичными по векторным потенциалам. Итак, пишем H0. Дальше минус. Вот за счет этого. Минус ЕМЦ А на П. Векторный потенциал и P можно переставлять местами. Это функция R, вообще говоря. П – потенциал, да? П – потенциальный оператор. То есть, по идее, P и A вообще-то нельзя переставлять. Но P и AP чем отличаются? Я прямо сразу напишу. Если здесь крышку ставим, так, крышку. То, пытаясь перенести P через A, я по дороге должен продефинировать, собственно, A. А это и есть что такое? Дивергенция A. Итак, первый слагаем минус H. То есть, я раскрываю P, минус H. Дальше. Надо на A. Это инвергенция A. И добавляем вернее А. Перетащить P через A. То, для поперечного электромагнитного поля, это штука, которая в ноль обращается. А значит, P равняется A на P. Вот здесь можно удвоить произведение. И все равно, конечно. Я думаю, двоечка у меня правда. Ну и, наконец, еще одну слагаемую, которая с квадратом A. Плюс E квадрат на 2M C квадрат, 2M C квадрат, A квадрат. Дальше вот это слагаемое. Называют еще демомагнитным слагаемым. Нужно парамагнитным слагаемым. Демомагнитным слагаемым. Парамагнитное, демомагнитное слагаемое. На самом деле мы ставим электромагнитным и фольгер рассматривать как к этому образом. как квантовая дверь, квантовая система, то легко догадаться, что вот с первой линейным фаслом Гайбер были связаны так называемые одно, однофотонные процессы, поглощение излучения, а фотонные процессы, а фотонные процессы, а фотонные поглощения излучения. А вся квадратная, двухфотонные поглощения излучения, двухфотонных значения излучения. Дело в том, помните квантование оселлятора, когда переходили к позе-оператору, позе-оператору, на самом деле векторный потенциал в определенном смысле можно рассматривать как координату оселлятора, или как оселлятора пуля, и тогда эту координату можно рассматривать через, при квантовании, через А, слишком маленьких, хотя бы, А, крест. А вот эти операторы, А и А-крест, можно с операторами изменить числа оселляторов, то есть изменением числа гайбер. Ну и тогда понятно, что вот сюда будут линейные сфотонные, А и А-крест сфотонными. Одно будет, соответственно, уничтожение, а потом мы должны рождение. Ну а здесь появятся и перекресты сфотонными типа А-крест в квадрате, а это будут сфотонными двухфотонными, то есть не линейные сфотонными. Но понятно, что если электромагнитные поля относительно сфотонные, то в роли кислогами, конечно, по сравнению с линейными, поэтому мы пренебрежемся к кислогами. Хотя, видите, эти сфотонные, когда выстреливают, ну, если мы рассматриваемся с электромагнитными полями, сильными полями, тогда вот эти нелинейные, связанные за квадрат, ну, могут делать по поводу. Это раз. Второе, это демагнитные эффекты, так называемые демагнитные эффекты. Демагнизм, на самом деле, объясняется вот как отличитель этого слога. То есть, когда речь у вас не о переменах поля, а о поле постоянном, когда здесь появляется слога, который будет перевести этот факт в магнитный, будет пропорцент А-крест. Вот это так называемые демагнитные слога. И оно особенно важным является, ну, оно объясняет так называемые демагнитные восприимчивости. Но, тем не менее, при сегодняшнем году эксперимента эту демагнитную речь всегда учитывая. Так же, она отдающаяся небольшая. Наконец, эта слога выстреливает особо, для сверхпрородчиков. Сутилизуется аномальный льгерный бит. Тогда вот это слога, вообще, в принципе, не как всего он может делать именно оно. Ну, тогда мы сейчас уже слога мы отбросим, оставим то льгерный. Итак, мы получаем демагнит, где появляется дополнительный слога, в льгер по векторному потенциалу. Векторный потенциал Магнитное поле Вот поэтому мы его можем смело сюда подставлять. А для чего же мы тогда Магнитное поле считали? А дело в том, что у электрона есть еще спин. И на самом деле, эта теория бесспинтовая. Если я рассматриваю взаимодействие спинового электрона, то есть электрона со спином с магнитным полем, я должен записать для меня Паули. А Гаммитной Паули H0 Минус Е НС Ну, с точностью долинейных похожих А на П Так Здесь операторы уже запятят. И еще давайте слогаемые Как связано, со взаимодействием с полем Магнитного момента с полем Минус Это слогаемые Минус Минус Поле Поле H И поэтому для того, чтобы Гаммитная за часами электроны в магнитном поле ядра мы должны два орбитальные слогаемые или парамагнитные орбитальные и спины лагаемые Они эти внешние записывают по-разному по-разному УС здесь спиновый магнитный но спиновый магнитный момент записывают так Это есть гиромагнитное отношение гаммой на спин электрона Ну давайте крышки поставим для оператора Это фактически так называемые взаимоскослогаемые взаимоскослогаемые которые связаны с действием сильного магнитного момента электрона с внешним полем H и так давайте подставляем сюда векторный поле точечного поля сюда подставляем поле магнитное которое мы нашли напишем полностью теперь горит как магнитный сверхтонкий взаимодействие мы его получим каким образом ну просто а что ли выбрасим и все а все станет в взаимодействии в случае магнитного сверхтонкого взаимодействия ну и вот слагаемые я в конце концов напишу итак давайте его разобьем капитан Яныч магнитного взаимодействия я разобью три части ну понятно как векторный потенциал сюда я подставлю он записан это будет одно слагаемое а вот это спиновый слагаемый это два вклада и второй вклад и так есть HSTV 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 это гибельтонян сверхтонкий взаимодействие имеется в виду магнитный взаимодействие вот когда пишут по умолчанию чаще всего практически да имеется в виду магнитный взаимодействие для того что ядерные квадрубольные то есть электрические сверхтонки обозначают ядерные ядерные ввс скажем так или буквы пишут так по обозначению к другому моменту есть HSTV лишь HSTV лежат 3 плата HSTV контактная контактная это вот я должен это слагаемое подставить дальше HSTV ну вот здесь фактически слагаемое будет повторяю а спина дипольные почти и второе орбитальные тоже дипольные сейчас мы тут итак это два дипольные вклады только одно спина дипольная SD а второе орбитальные дипольные ну вот я тут знаете Рязана английский вариант придумал по-русски а тут я перешел спин дипольные спин дипольные дипольные это орбитальные дипольные вот так сумма здесь давайте все их напишем первым так наслагаемое я еще знаю что чаще всего именно оно является основным ну что надо значит вот я здесь пишу вместо H подставлять контактный вклад ну и получаем 8p на 3 яркое произведение ядра на спиновый и так это будет минус 8p на 3 n на mu и дельта функция дельта 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 здесь надо обратить внимание сразу на то что это взаимодействие является изотропным изотропным видите здесь входит странное произведение это очень важно именно поэтому это взаимодействие часто является ведущим поставить ну и наконец два непонятных вклада Hsdv с припольной равняется ну ты должен просто взять вот эту подставить слагаемые и так я получу минус ну а дальше на что надо минус и так будет минус дальше r 3 ну а дальше будет mu n на mu s на r mu s на r дальше mu n минус коля произведениями 1 мю с н квадрат вот так это дипольная спин полный слагаемый надо обратить внимание что слагаемый можно рассматривать фактически как давайте я пишу по компонентам равняется минус сумма по и и компоненты дальше вот эта комбинация знаменитые 3x и xy минус r квадрат д это и й а r 5 а здесь мю и д мю с йот и так вот для чего это сделал чтобы показать что вот это дом это фактически я второго ранга за второе внимание без шпуровый газа вторая что означает это означает что при усреднении по всем направлениям в пространстве это стоять в ноль даст просто я запишу результат мнения изменения по всем направлениям и здесь можно знаменать даже так давайте знаменатый и xy и xy минус r квадрат дельта и йо это среднее равняется нулевым что это означает это означает что это дельное слагаемое спидывание слагаемого будет работать то что если у вас есть выделенные направленности то есть в случае свечи свечи с недель случае добротности да потому что при усреднении направлением это вот такой важный момент поэтому для того что дипольные слагаемый участок спинок заработали нужно понижение симметрии от сферической ну да аксиальной депрогринальной кубических 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 нет интересных затем родитель подросток раскачет я в том же смотри в случае с вашей асимметрии будет не центральной так и сферическая кубических сильных уже сильный понижения среди всего но хочу он же в кубике у вас три направления x и xr они приводят ли эти момента значит это средний все равно должно ссера мордосты но очень важно это означает что дипольные слагаемые из так реально заработают когда когда симметрия в очки и драка будет ниже кубический ниже кубический очень важно идем дальше нам осталось записать вот сюда я должен подставить вектор потенциал выглядит довольно просто так что я запишу и вот здесь и так есть а 6 6 орбитальная пользы меняется и вот получаем следующее выражение итак я подставляю давайте его запишу на 4 маленький комментарий раздел я бы немножко сложнее запишу чем это было бы если без удовольствия подставку сам очень простую формулу комитом я закончу число что сейчас увидим почему это можно сделать итак лучше мы здесь дальше мю-н на мю-л мю-н на мю-л минус 3 Мю Н на Р, вернее, мю Л на Р. Два скалярных произведения. Ну вот здесь я саду, потому что у меня получилось. Потому что некрасиво как-то так. Плюс 3, мю Н на Р, мю Л на Р. Вам можно записать это взаимодействие. Почему? А вот обратите внимание, что здесь мю Л, это орбитальный момент, который записан следующим образом. Гамма Л, гермогнит торчения орбитальный, на орбитальный момент Л. А что такое Л? Л, оператор, немножко, конечно, оператор, это есть Р, вектор на Р на Р. Р на Р. То есть вот, при записи этого выражения, чтено, что комбинация вектор на Р, это фактически орбитальный момент. Здесь появляется автоматом выражения для орбитального момента. Дальше еще учтено что? Орбитальный момент, это вектор перпендикуляр Р и Р. И вот слагаемый, видите здесь, мю Л, скалярлер, на самом деле оно в ноль обращается. И поэтому можно было бы больше, чем вообще, говоря, записать это слагаемое, просто не просим вторую часть. Но на самом деле этого лучше делать. Почему? А дело в том, что, посмотрите, симметрия этого выражения в точно себе, как и в случае спиново-орбитального, или спиново-дипольного слагаемого. Это слагаемое точно так. При усреднении по всем направлениям в ноль обращается. Но это лучше, когда, конечно, здесь вот чисто такая дипольная, известная дипольная комбинация фигурел. А так, внешне по форме они, видите, совпадают. То есть оба они, соответственно, дипольным складом. Дипольного взаимодействия магнитного момента ядра с дипольным спином и с дипольным орбитальным моментом электронов. Оба они затронутые слагаемые, оба они при усреднении по всем направлениям, пространстве обращаются в ноль. И мы эти слагаемые, повторяю, работают только в случае, если локальная симметрия ядра будет ниже кубичной. Вот три слагаемые. Еще раз повторяю, что слагаемые, контактные или фермерские, вот она, самая популярная, самая популярная. Честно, мы умолчали, работают только с ним, только с ним. Хотя, повторяю, при низкой симметрии, локальной симметрии, значит, это слагаемые, дипольный нужно учитывать. Давайте мы чуть позже, тогда остановимся на контактном вкладе. Во-первых, его можно по-разному записать. Несколько вариантов, давайте записи посмотрим, его слагаемого. Итак, как мы слагаемые. Ну, во-первых, можно выражение для контактного слагаемого, смертонкого взаимодействия, он умеет перейти в спин ядра и спину электрона. Итак, А6В контактное, можно записать в виде контактного. Таким образом. В общем, умеет, это гермогнитноношение на спин ядра, гермогнитноношение спиновое, для электронов, конечно, на свой момент. Это в результате для нас еще минус 8Пи на 3. Кстати, вот эта комбинация 8Пи, понятно, куда появилась, да? Во! Здесь миномат вот это 4. А там еще всякие вот так на 3, 2 детали и так далее. Так, дальше. Гермогнитно-то не ядерное. Гермогнитно отношение спина. Так. Дальше. Голиарное произведение. И, С. И дельта функционирует. Дельта функционирует. Вот популярная запись. Еще запись. Дело в общем, потому что здесь, видите, спиновые переменные, спиновые стены свободы, ядра и электроны отделены от орбитальной степени, смотрят, то есть вот от этого оператора. Что можно сделать? На самом деле, можно усреднить по орбитальным состояниям. То есть везде орбитальные средние, так чтобы в результате мы получили бы чисто спиновые переменные, спинные, так как говорят. Ну, как это сделать? Надо взять просто среднее значение. Электронные средние. Ну, я буду рассматривать... Дело в том, что мы же рассматриваем взаимодействие более драк с электроном, и здесь это электронная кардината. Это электронный оператор в каком-то смысле, да? Итак, я веду волновую функцию, орбитальную волновую функцию, ПСИ, ОТЭ, для электронных, да? И тогда А-СТВ контактные. Перепишу следующим образом. А-СТВ контактные. Это чисто спиновый оператор. Равняется... Вот давайте я немножечко с самого конца так немножко запишу. А-СТВ, А-СТВ и на СТВ. Где А-СТВ констант, константа, она получается... Ну, легко, очень надо, вот здесь вот минус 8 пи на три. А-СТВ, А-СТВ равняется минус 8 пи на три. 8 пи на три. ГАН, ГАМА, С. Ну, а дальше... Среднее значение дельта-функции. Дельта-р. Среднее состояние орбитальном ПСИ. Ну, а что это такое? Давайте заберем. Итак, среднее значение дельта-функции считаем. Состояние ПСИ. Это есть интеграл. ПСИ, сопряжённый от Р. Дельта-функция дельта-к. ПСИ, ДР. ДР. Р. Ну, а дальше воспользуемся свойством дельта-функцией. Так? Свойством дельта-функции интеграл называется. И в результате... Ну, здесь вот можно... Я напомню, что нужно записать было так. Вместо дельта-р записать дельта-р минус r0. Ну, в данном случае это 0. r минус 0. Итак... Итак... Мы знаем, что результат этот интеграл равен будет подэнеральной функцией. Вот, в точке 0. Ну, 0 значит, да? То есть, мы получим вот что. ПСИ. От нуля... ПСИ. 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 Значит, минус у нас уйдет. Ну и гамма-эн только уйдет. Все. И аж локально будет очень равному. И на 3. Гамма-эс. ПСИ. 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 Не устраивают. Эс здесь. Вы можете видеть гамма-эс в магнитный момент электрона с пинами. Иначе другое выражение. 8p на 14. Видите, на практике все выражения приходится иначе то или иначе Catalina Все зависит от задачки. 8... Так, ПСИ нуля по модулю в квадрате. Магнитный момент электрона С. Вот так. То есть, что вы видите? Вы видите, что если у вас есть каждого спинополяризация электронной спинополяризации то есть если у вас спиновый момент электрона как-то в эту скажем внешним полем и каким-то внутренним полем феронетики так то есть у вас вот это вот средний отлично от нуля автоматом на ядре вы видите поле ну и у вас вот этого активирующего влияния внешнего отношения к спину электрона поле тогда конечно среднее значение то есть среднее поле нулю включите внешние поле магнитного у вас магнитный момент по полю в среднем значении ну по крайней мере его пресса на направлении полю будет отлично вы получите ориентированные точно также точно так же да и на ядре локали поле вот эти локальные поля могут достигать очень больших величин ну если скажем поля братория типичные для терапевта средний лаборатория это поля порядка нескольких тесла хорошем лаборатории это поля порядка нескольких десятков с ну хорошую лабораторию которая располагает порядка десятков тыл они все вот так можно все перечислить на пальцах это стран гренобли тулуза в японии это в америке в америке основать и теории Свет проводимости известный очень теоретик, вот у нас в лаборатории сверхсильных полей работает, это примерно на юге, в востоке, на следующей части, в городе Чиртофе. То есть вот несколько лабораторий всего. У нас в общем таких сверхсильных полей нет. Здесь есть суперсферсильные поля, это Сарок, ну больше Абзамас-16, там бомбу делали нашу атомную водородку. Там есть суперсферсильные поля, то есть не десятки Тесла, а сотни Тесла. Там не импульсируются, то есть это создаются на микро и еще в меньшей доле секунды. То есть это катушка магнитная, да, с током. Вот если взрывая накопка, складывается, ну так, чтобы у вас ток течет, да, через катушечку у вас там есть магнитный поток. Ну и если мы сечение катушки другие уменьшать, то поле будет возрастать, потому что закон сохранения потока работает. Простая идея, да, мы тогда эту катушку взять так, все равно, чтобы она сложилась вообще, чтобы у вас, значит, сечение на катушке, ну, грубо говоря, в ноль ушло. Ну, в ноль это, конечно, не уходит, это взрывок, повторяю, микросекунды, то есть у вас пропадает катушка, пропадает образец, но за эти микросекунды вы как информация снимаете. Такие установки есть у нас, у японцев и американцев. Это, конечно, экзотика, потому что это фанква, что-то, да, это, да, из-за, да, из-за, да, из-за батарееконоса стоит и так далее. Это косорок. Локальные поля для янтаря. Итак, чтобы это локальное поле для янтаря, тогда нужна спиновая эквализация. Это очень важно, и сам термин спиновая эквализация очень популярен. можно сказать для того чтобы смотрим вот сюда для того чтобы это у вас локальное поле стало бы отмирать 0 может быть второй вариант у вас все по модулю в квадрате вот эта величина для электронов скажем спинам электронам спинам вниз раз должны стать то есть если у всей давайте прямо так напишем делаем перерыв и так есть у вас с нуля по модулю в квадрате для электронов со спинами не равняется все от нуля по модулю в квадрате для у нас со спинами вниз сделаем тоже может только за счет эффекта включения либо внешнего либо внутреннего волекулярного не равна и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...